Почему Роскомнадзор замедляет работу Твиттер и для кого в России американский кибертерроризм станет очевидным? Об этом мы не только расскажем в нашем следующем сюжете. С 10 марта Роскомнадзор замедляет на 100% мобильный трафик Твиттер по части передачи фото и видеоконтента. Но не текстовой информации, сообщает журналистом замглавы Роскомнадзора Вадим Суботин. Он подчеркнул, что причина тому игнорирование Твиттер требований российских властей в отношении удаления однозначно запрещенной информации. Реа Новости. Роскомнадзор не исключил полной блокировки Твиттер. Несколько дней ранее газета The New York Times сообщает, что США планируют в течение ближайших трех недель осуществлять кибератаки на внутренние системы российских властей. Кибератаки следуют в ответ на взлом правительственных учреждений Соединенных Штатов Америки якобы со стороны России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечает, это тревожная информация, ведь достаточно авторитетное американское издание допускает возможность, более того, анонсирует возможность таких кибератак. Это не что иное, как международная киберпреступность. Мы связались с доцентом кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии Казанского федерального университета Романом Пеньковцевым. Он рассказал нам, что в этой всей истории есть субъективная и объективная составляющая. Если говорить объективно, то да, действительно, по факту в декабре месяце спецслужбы США выявили взлом ряда государственных служб, в том числе Минфина, Министерство торговли, Национальное управление США. Действительно, была потеряна этими организациями часть секретных данных, которые не должны были быть распространены. И вот в ходе расследования выявилась группа лиц, причастных к этому взлому. Была обозначена группа хакеров, так называемый Козий Билл, которая работала не только в США, это была хакерская группировка, работая в других странах мира. Но дальше, после этой объективной составляющей, уже идет субъективная составляющая. Это субъективная составляющая состоит в том, что Соединенные Штаты объявили о том, что вот эта хакерская группировка, она связана с российскими спецслужбами, в том числе это служба внешней разведки. Роман Владимирович напомнил, что в те дни, когда эта информация появилась в СМИ, российская сторона заявила о своей непричастности к хакерской группировке и кибератакам. Также Россия предложила свою помощь в расследовании и программе партнерства по противодействию киберпреступности. Но Соединенные Штаты Америки отказались от сотрудничества. В последние месяцы, буквально в последние дни, эта ситуация усугубилась тем, что Соединенные Штаты, они заявили, что у них якобы есть какие-то серьезные доказательства о том, что хакерская группа сотрудничала с российскими спецслужбами. Но на самом деле, еще раз хочу подчеркнуть, это чисто субъективный взгляд Соединенных Штатов. Никаких объективных данных, никаких доказательств на данный момент Соединенные Штаты не представили. А российская сторона, как я уже сказал, категорически отрицает самую идею того, что мы будем каким-то образом взаимодействовать с какими-то хакерскими группами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, Российская Федерация неоднократно заявляла и по-прежнему настаивает на том, что российская сторона, российское государство никогда не имела и не имеет никакого отношения к любым проявлениям подобной киберпреступности и кибертерроризма. Илья Андреев, Ленар Довлетяров, Универньюс.